The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Полезные у нас имеются в наличии, готовые. По ходу семинара у нас, возможно, будут возникать отсылки к каким-то курсам. Поэтому, если у вас будут возникать вопросы, их можно прояснить либо на сайте, либо по указанному телефону. Что у нас по бланам? По бланам мы обзорно пройдемся по шести обработкам, наиболее часто используемым. И посмотрим, какие-то простые примеры их работают. В случае вебинара напишите, пожалуйста, есть ли звук «Картинка». Если есть, тогда начнем. Говорят, что все работает. Что касается цеха, я попробую сейчас отключить микрофоны. Итак, что будем делать? Во-первых, нам потребуется информационная база. И я в качестве примера взял базу, которая у нас остается от курса по зампрограммированию. Это самый первый курс. Здесь есть необходимые минимум данных, с которыми мы можем работать. А теперь о том, какие обработки у нас есть. Те обработки, которые мы обсуждаем, можно найти на сайте информационно-технического сопровождения фирмы 1С. И ТС-1СРУ. Я думаю, вы знакомы с этим ресурсом. Нас интересует раздел «Универсальные обработки». Вот раздел. Раздел в открытом доступе. И те отчеты обработки, которые здесь есть, мы можем использовать. И посмотрим мы не все, а только некоторую часть. И начать предлагаю с выгрузки и загрузки данных в XML-формате. На тему выгрузки и загрузки мы пишем много обработок курса по средствам интеграции. Но не всегда есть необходимость писать что-то новое. Эта обработка иногда может быть полезна, хотя она довольно сильно ограничена по использованию. Но тем не менее. Посмотрим, что из себя представляет эта обработка. С точки зрения разработчика, я думаю, мы ее смотреть не будем. Мы сразу посмотрим, что с ее помощью можно делать. Открою ее в клиентском приложении. Итак, выгрузка и загрузка данных в XML предлагает нам выгрузить файл в XML-формате. Что-нибудь из нашей базы. А у нас имеются справочники документов. Давайте выгрузим какой-нибудь документ, скажем, документ вступления. Сразу говорю, что обработка выгружает, загружает данные. И может быть полезно при обмене данными между базами, у которых похожая структура. Типовый сценарий – это обмен данными между какими-то копиями одной информационной базы. Например, из базы рабочей есть какая-то копия. И в рабочей или в копии мы создали какие-то объекты вроде документов. И есть необходимость их перенести. Создадим документ вступления товара. С парой каких-нибудь товаров. И выгрузим документы. В качестве даты укажем текущую дату документа за текущий день. А документы поступления. Нажимаю «Выгрузить данные». Откроем файл, посмотрим, что в нем. Можно заметить, что выгрузился документ вступления товара совсем содержимым. Но есть какая особенность. Если мы этот документ будем переносить, загружать в какую-то другую базу. Если в этой базе не будет какого-то товара из тех, которые присутствуют в этом документе, что у нас произойдет. Сам документ загрузится. А может ли создастся товар при условии того, что мы его здесь не видим совсем? Мы видим, что выгружается номенклатура. Вот ее ссылка. Грубо говоря, идентификатор. А дальше количество, цена и сумма. То есть все, что мы знаем про номенклатуру, это вот эта штука. Возникает вопрос, как быть, если все-таки нужно перенести данные в другую базу со всей номенклатурой, даже если ее нет в этой другой базе. Что нам предлагает по этому поводу обработка? По обработке есть на этот случай ряд возможностей. Во-первых, можно поставить галочку около номенклатуры. Что при этом произойдет? Какие номенклатурные позиции попадут в выгрузку, как мы ожидаем. Если мы поставили галочку около номенклатуры в списке данных для выгрузки, мы тем самым сказали, что вся номенклатура целиком должна попасть в этот файл выгрузки. Да, она подсказывает, что вся номенклатура будет выгружена. Логичное предположение. Ну вот мы видим, что кроме документа здесь появилось еще куча номенклатурных позиций. В полном объеме они выгружаются. Есть название, есть цена продажи, есть код и прочие данные. Но номенклатурных в базе может быть очень много, соответственно, не всегда нам нужно переносить весь справочник. На этом случае есть галочка «Выгружать при необходимости», которая говорит о том, что если мы выгружаем документ, и этот документ ссылается на какую-то номенклатуру, то эта номенклатура будет выгружаться, иначе не будет. То есть вся номенклатура уже не выгружается. Выгружается только та, на которую есть ссылки из выгружаемых данных. Проверим. Нажимаем «Выгрузить». Что мы видим? Мы видим данные документа, и мы видим три номенклатурные позиции. Даже не три, две номенклатуры. Оранжевый карандаш и зеленый карандаш. И группа карандашей выгрузилась тоже. Почему? Потому что мы поставили галочку «Выгружать при необходимости», а необходимость – выгружать группу карандаша, откуда появилась. Оттуда, что мы выгружаем номенклатуру, карандаш, и она ссылается на эту группу. Она в этой группе находится, поэтому, чтобы ее адекватно можно было перенести в новую базу, в этой базе будет создаваться и номенклатура, и группа, в которой она находится. Вот такие вещи здесь есть. Если мы вдруг не можем сходу сказать, какие данные дополнительные документы поступления нужно выгрузить, для этого у нас есть кнопка «Определить данные выгружаемые по ссылке». Обработка сама посмотрит, на что может ссылаться документ поступления и поставит нужные галочки «Справа». «Выгружаться по необходимости в этой организации» и «Контрагент», «Склад». Так, это основные возможности данной обработки. Что еще здесь есть? Дополнительные объекты для выгрузки. Что, если стоит задача выгрузить пять номенклатурных позиций и только лишь, и не весь справочник, и только по заданному списку? Тогда переходим на эту закладку, и можно просто нажимать «Добавить» и добавлять сюда какие-то объекты. Без каких-то условий, выбранный в этот список объект будет выгружаться. В нашем случае будет выгружаться все, что задано на первой закладке, плюс эти дополнительные объекты. По выгрузке, в общем-то, все, что нам нужно знать в минимальном объеме. Что касается загрузки, то здесь все очень просто устроено. По кнопке «Загрузить данные» нас попросят предоставить файл, который я не сохранил, а после выбора файла данные загрузятся в эту базу. Если мы решим выполнить обмен между базами с разной структурой, если структура документов поступления в текущей базе и в той базе, куда мы переносим, изучаются, соответственно, данная обработка нам уже не поможет. В такой ситуации нужно либо делать новую, либо использовать механизм конвертации данных, либо поднимать что-то еще. По этой обработке у нас все. Следующая обработка, которая весьма часто применяется, это групповое изменение объекта. Мы в курсах пишем что-то такое менее универсальное, а эта обработка, мы сейчас увидим, что она может. Также мы ее сразу открываем в пользовательском режиме, в конфигураторе смотреть сейчас для нас не на что. Групповое изменение реквизитов. Например, у нас есть какой-нибудь справочник, например, номенклатура. Ну и представим себе, что для каких-то номенклатурных позиций у нас не заполнен изготовитель, а элементов нового, справочник большой, нам нужно быстро обработать эту группу и проставить изготовитель везде. Это простой сценарий, когда обработка нам поможет. Что же нам в обработке? Отмечаем, что собираемся изменить справочник номенклатуры. И говорим, что нужно сделать. Нужно заполнить изготовителя, установить здесь вот такое значение. Нажимаем «Изменить реквизиты». И что произошло, что я не учел. У карандашей изготовитель проставился, а у прочих элементов установился тоже сам изготовитель, потому что я не задал отбор. А теперь мне придется для авторучек задать какой-то другой изготовитель. Как мы это будем делать? Во-первых, выберем другого изготовителя, во-вторых, посмотрим на эту ссылочку «Все элементы» и решим, что нам нужны не все элементы, а нужны нам элементы с указанным отбором. Зададим отбор. Добавляем условия отбора. Отбираем по группе, а значит, какое поле для отбора мы используем. Если нам нужно отобрать, по принципу, находится элемент в какой-то группе, мы возьмем группу авторучки. Как написать условие о том, что элемент находится в группе авторучки? Если мы возьмем наименование, то будет наименование элемента, а не группа, в которой он находится. Группа есть, но что это за группа такая? Это ссылка на группу, действительно, но если в группе авторучки у нас будут находиться какие-то подгруппы. Тогда это условие использовать будет уже не так просто. Хотя можно, я бы предложил ссылку использовать, сказать, что ссылка должна быть в группе, в группе авторучки. Окей. Прошу изменить реквизиты. Проверяем, что произошло. Авторучки с одним поставщиком, карандаши с другим поставщиком. Отработает. Ну, логично, так как требуются условия задачи. Ведь у нас здесь могло быть большое количество групп, поэтому мы посмотрели, как в конкретной группе поставить правильного изготовителя. Это был простой сценарий применения. Эта обработка хороша тем, что вы можете обработать тем более сложные сценария. А сценарий будет такой. У нас есть справочник. Контрагенты. И нам стало известно, что справочник и контрагенты, есть название контрагентов, написанное с маленькой буквы. И мы озадачивались вопросом, как же эту букву поднять во всем справочнике. В группе поставщика или вообще в целом по справочнику. Как мы будем это делать? Мы можем применить ту же самую обработку. Групповое изменение реквизитов. Сказать здесь, что будем изменять справочник контрагенты. Пусть даже все элементы будут меняться. Но вопрос, как это сделать, потому что здесь явно нельзя задать какое-то новое значение. Для этого у нас есть режим, называемый выполнить произвольный алгоритм. Где мы можем задать, что требуется сделать. Но здесь уже требуются навыки программирования. Пусть даже в базовом объеме, пусть даже в объеме базового курса. Но тем не менее написать что-то сюда придется. Что можно написать нам? Подсказываю, что нам доступен объект. Это обрабатываемый элемент справочника. И с ним можно в этом месте что-то сделать. Сначала выясняем, какое у него сейчас название. Объект. Точка наименования. Это все название. Целиком нам нужно определить первый символ. У нас для этого есть функция лев, и мы просим вырезать один символ и записать его в переменную первый символ. Что делать потом? Потом нужно проверять, заглавная буква это или нет. если первый символ равен. Проверяем, в каком регистре он нам. Интересен случай, когда он в нижнем регистре. Поэтому приводим его же к нижнему регистру с помощью функции нижний регистр. И проверяем. Если получилось так, что первый символ названия совпадает с этим же символом, проведенным в нижнем регистре, значит это маленькая буква, значит нужно исправлять. Меняем наименование. Объект. Наименование. Что присвоить нужно? Нужно взять этот первый символ, привести к верхнему регистру и добавить всю оставшуюся часть названия. Для этого у нас есть функция для верхнего регистра. И к этому мы добавляем кусок из названия, который начинается со второго символа. Данная функция вырезает фрагмент с указанного номера до какого-то другого. И если мы указываем только символ начальный, то получается, что мы просим вырезать строку с вот этого номера до самого конца. Первый символ заглавной буквы плюс все остальное. Пишем конец если. И можем попытаться выполнить эту штуку. По поводу всех элементов да, говорим, что пусть все элементы, включая группы, пройдут вот эту проверку. Что-то там у нас отработало. Смотрим, что теперь в справочнике. Видим, что ошибка исправлена и название уже написано правильно. Такая вот обработка групповой изменения реквизитов. При желании можно многое поменять, если даже сложная задача написав произвольный алгоритм. Что еще мы хотели посмотреть? Консоль запросов. Консоль запросов мы разбираем в течение курса по программированию, поэтому подробно мы ее изучать сейчас не будем, но хотя бы скажем о том, что она у нас есть. Вот она, консоль запросов. Консоль запросов. Обработка, с помощью которой мы выполняем запросы, написанные на языке запросов, то есть предполагает, что мы хотя бы очень-очень слегка, но понимаем принципы работы языка запросов. А когда может применяться? Ну, например, нам стало известно, что у нас в справочнике есть номенклатура, у которой не заполнена цена. И нам интересно выяснить, что это за номенклатура. Просто посмотрите на список. Как сделать это? Ну, может быть, у нас есть какие-то отчеты, которые можно приспособить для этой задачи, а может быть и нет. А тогда мы можем запустить вот эту консоль и написать запрос. И включим уже так. Не будем разбираться, я просто отмечу. Есть конструктор, который сильно упрощает написание запроса, но все-таки нужно понимать, что происходит. Нужно иметь представление о том, что у нас в базе данные справочника номенклатуры хранятся в специальной табличке. И здесь можно указать о том, что мы собираемся прочитать данные и вот оставить справочник номенклатуры. Что нам про номенклатуру нужно знать? Название, к примеру. Может быть, код нам будет полезен. Может быть, даже ссылка пригодится. Но самое здесь главное, что сделать. Если оставим так, мы получим название всех номенклатурных позиций, а нам что нужно? Нам нужно найти номенклатуру, которой пустая цена продажи. Значит, нужно зайти на закладку условия и описать условия отбора. Перетащить цену продажи в список условий. Можно даже так оставить. Нажать ОК. Пробуем выполнить запрос, но сейчас нам пока уже ошибка, потому что параметр цена продажи не задан. Мы сказали, что нужно установить отбор по цене, но не сказали, какой должна быть цена. А какой будет цена у номенклатуры, где цена не заполнена? Вопрос к тем, кто курсы программистские слушал. Но с учетом того, что цена продажи у нас все-таки число, мы можем предположить, что здесь будет все-таки ноль. Выполняем, находим номенклатуру. Выяснили, что у нас есть, но, к счастью, это только одна единственная позиция. Можно даже здесь же ее открыть, смотреть, и может быть даже написать цены, если мы ее знаем. Технически можно писать очень сложные запросы и извлекать данные самые разные, но при этом, конечно, нужно учиться писать запросы. Но такая возможность есть. Назначение консоли, извлекать данные, которые нужно извлекать нерегулярно, плюс отладка запросов, то есть чаще ее пользуются все-таки разработчики. К выгрузку и загрузку пользователей еще посмотрим. Она очень простая и много времени у нас не займет. Данная обработка будет больше интересна тем, кто занимается поддержкой баз. Если вдруг случится вам переносить учетные данные из базы в базу, то, может быть, если это схожая конфигурация, если там одни и те же роли, то эта обработка поможет вам перенести пользователей. Выгрузка пользователей. Все интуитивно понятно. Указываем файл, куда мы собираемся все это выгрузить. Нажимаем выгрузить и файл выгружает список пользователей. В этой базе один пользователь, поэтому при выгрузке получили файл с одним пользователем. Хорошо бы нам его посмотреть. Не вдаваясь в подробности, видим, что файл в XML-формате, есть описание пользователя, и пользователь здесь представлен вот таким блоком. чтобы увидеть, что это работает, я просто скопирую описание одного пользователя, напишу, что у нас появился еще один администратор. поменяю его идентификатор, и в файле уже целых два пользователя. Прошу загрузить пользователя из этого файла. Посмотрим, загрузились они или нет. пользователь загрузился. с этой обработки все понятно? А мы работаем с пользователями? Да, да, да. Полностью описание пользователя, да, можем проверить. Роли тоже простаются. Следующее, что мы посмотрим, это консоль системы компонации данных, что, вообще говоря, тоже относится к инструментам разработки. В курсах у нас нет повода обратить на нее внимание, но штука полезная. Что нам позволяет сделать? Нам позволяет в пользовательском режиме описать и выполнить отчет на системе компоновки данных. Правда, для этого нам потребуется толстый клиент, видимо, а он сейчас я заплачу на отлично. Добавлю отчет, открою конструктор схемы компоновки данных и опишу какой-нибудь простой отчет. кто из присутствующих описывал отчеты с использованием системы компоновки данных? Например, нас интересует отчет, который будет показывать продажу в разрезе сотрудников, и тут нужно написать запрос, который получит эти данные, поэтому данный инструмент ближе к разработчикам. можно написать запрос, указать, из каких таблиц мы данные получаем. нас интересует таблица документов продажи, таблица, где есть товары. Я пишу запрос, обращаюсь к таблицам документов, потому что в этой учебной базе регистра по продажу нет, просто базовый курс, там это еще пока не обсуждается. Так, что мы там хотели по сотрудникам. Нам нужен сотрудник, товар, который он продавал, может быть, количество проданных товаров, стоимость этих товаров. Такой запрос. И выводим это все как-нибудь сгруппированным по сотруднику, к примеру. При желании можно добавить еще и номенклатуру с иерархией справочника. В общем, тут уже детали, связанные с настройкой этого отчета. Мы лишь посмотрим на то, что этот запрос действительно, даже не запрос, а тоже полноценный отчет выполняется, мы видим здесь результат. Привычные пользовательские настройки здесь доступны, просто их нужно искать на представленных здесь закладках. Вот, исполняемые настройки здесь есть. Можно задать привычные настройки, поменять структуру отчета, так как это делал для пользователей, задать пользовательские отборы, сортировки, условное оформление и прочее. А чем особенно нам может быть интересен этот механизм? Тем, что он часто помогает отладке отчетов, а в частности мы можем посмотреть, какой запрос фактически выполняется этим запросом, потому что хоть мы на курсах и пишем запросы в описании системы компоновки, мы с помощью этой консоли можем наглядно видеть, что фактически выполняется не совсем этот запрос. Это запрос немножко другого вида. В чем отличие? Ну, система компоновки от себя добавила представление на манклатуру, и сотруднику добавила представление и соображение на производительность. Вот такие вещи можно наглядно наблюдать с помощью этой консоли. Другие сценарии, кроме отладки отчетов, возможны, но чаще всего все-таки для отладки это чтобы используется. Тем более, что здесь можно описать отчет и перенести его сюда из конфигуратора, а потом отправить обратно в конфигуратор. Здесь есть соответствующие кнопки, сохраняющие в XML-файл описание отчета. И в очень особенных случаях, если вдруг у нас есть клиентское приложение и совсем например нет доступа к конфигуратору, можно открыть эту консоль, написать какой-то отчет и выполнить его. Про описание. В первую очередь смотреть нужно там, где мы их берем, вот здесь, на сайте, где мы их загружаем. потом, если здесь мы не нашли подробного описания, а это очень возможно, особенно это какая-то сложная обработка. Мы эту обработку открываем, если в пользовательском режиме, то пытаемся найти здесь кнопку со справкой, но, как видим, пока не видно. Что еще можно сделать? Если уж очень хочется почитать справку, можно открыть в конфигураторе эту обработку и проверить, может быть, справка есть все-таки, может быть, ее не вывели. Видим, что конкретно в этой обработке справки нет, но она довольно сложно устроена, поэтому здесь ее может и не быть. Там уже она для разработчиков. А например, в какой-нибудь обработке по выгрузке пользователей справочную информацию можно поискать, но и здесь тоже не повезло. Где же она может быть? Групповое изменение. Здесь есть справочная информация, ее, скорее всего, можно и в пользовательском режиме открыть. Если ее написали, то скорее всего кнопку со справок тоже добавим. Да, кнопка с вопросом здесь есть. Так что если документация есть, читаем, если нет, то если конечно есть такие курсы, а иначе возможно даже самостоятельно. Да, хотя есть всякие кнопочки, которые методом только исследуют сложно, но вариантов может не быть. Еще одну обработку нам нужно посмотреть, загрузка данных из табличного документа. Здесь нужно обратить внимание на описание. Здесь говорится о том, что в библиотеке стандартных подсистемы есть аналогичная обработка и вообще говоря, если у нас есть типовая конфигурация вроде бухгалтерии, то в первую очередь искать подобную обработку нужно там. Там даже подсказывают как она будет называться загрузка данных из файла. Но в нашей учебной конфигурации и в какой-то другой возможно такой обработки встроенной не будет, а загрузить данные нам захочется и тогда мы можем загрузить вот эту обработку, которая даже для версии 8.2 написана, но все-таки мы ее запустим и попробуем ее использовать. Идея из файлов загружать данные и сохранять их в нашу базу внутри данных, например, справочник. Давайте посмотрим на эту обработку. Можно попытаться открыть ее в клиентском приложении, но мы увидим пустую форму. Почему так? подсказка была ранее, мы видели, что эта обработка написана для версии 8.2 и вполне возможно, что там используется неуправляемая форма обычная и от из-за этого мы форму и не увидели. Значит, нам нужно запускать клиентское приложение в режиме обычного приложения. Если вы конфигуратором не пользуетесь, вам придется параметры этой информационной базы на время прописать, хотя здесь толстый клиент все равно запустится в виде управляемого приложения, так что здесь можно это сделать, но боюсь, мы сейчас в эту сторону не пойдем. Нас интересует клиент, запущенный в обычном режиме, в режиме обычного приложения, который умеет открывать те самые старые формы. загрузка данных из табличного документа открылась. Вот в этой базе, с которой мы работаем, устаревший вариант интерфейса не проработан, поэтому здесь мало что можно делать, но можно запустить обработку и можно что-нибудь загрузить в базу. Для этого нам нужно найти, что загружать. какой-нибудь перечень номенклатуры. файл в экселевском формате со списком номенклатурных позиций, нам достаточно просто названий. вполне подходит. Какие-то названия есть, будем их загружать. номенклатурных номенклатурных мы ожидаем, что в обработке все написано понятно и не потребуется долго разбираться. Когда мы загружаем эту номенклатуру, явно справимся к номенклатуре. Видим кнопку открытия файла. Нажимаем. Вариантов как видите немного, но все-таки эксель здесь присутствует. Мы этим воспользуемся. Выберем файли. Прочитаем его содержимое. Я думаю, стоит удалить лишние строки. Сказать, что нумерация строк у нас начинает соединиться. давайте попробуем предположить, что нас ожидает такого же порядка расположения колонны, как здесь написано кодное именование. То есть, наверное, это соответствует действительности, хотя неизвестно. И посмотрим, что такое контроль заполнения. загрузить. Посмотрим, куда это все загрузится. Загрузить. Шла загрузка. и вот теперь мы открываем справочник. Но поскольку мы находимся в управляемом режиме, и этот интерфейс нам совсем не нравится, мы запустим снова привычное клиентское приложение. Посмотрим на номенклатуру она здесь появилась. Коды загрузились, названия загрузились, остального файля не было. Но, естественно, нам все это нужно сложить в какую-то папку, в какую-то группу. И как мы это сделаем? Почему значение поликод не уникальное, нам говорят? создам группу код нитчев вручную. Мы сейчас подумаем, как все-таки перенести эти номенклатурные позиции в какую-то там группу. Как их перенести? Мы видели ту обработку, которая это может делать. С ее помощью мы меняли номенклатуру контрагента. В тот же самый случай нам нужно поменять значение реквизита группа для номенклатуры, чтобы эта номенклатура попала в нужную группу. Это явно задача для групповой обработки справочника. Открываю эту обработку. Это простой случай код писать не нужно. Нужно просто сказать, что мы берем номенклатуру. Единственное, о чем подумать, нужно как обознать те элементы, которые мы переносим в группу. а у нас могут справочники уже быть элементов, которых производитель не указан. Тогда они тоже вылетят в эту группу. Посмотрим. Ну, вот в нашем конкретно этом частном случае все новые элементы, которые нужно куда-то перенести, они находятся вне группы. Вот эти мы можем воспользоваться. Только нужно сформулировать условия отбора. По какому полю мы отберем и выясним, что у элемента нет группы. явно по свойству группы вид сравнения равно, а значение пустое. Так мы найдем элементы, у которых группы нет. И скажем, что эти элементы нужно перенести в группу группа. Правда, здесь есть одноковарная ошибка. Вот этому условию соответствуют какие элементы? Мы загрузили их сколько? 500, нам говорят 503 элемента нашлось. Почему 503 а не 500? Да, нам подсказывают слушатели вебинара, что группы сюда попали, а группы лучше выключить, потому что с группами такая операция не пройдет. Как выключить группы из списка нас тоже подсказывали. По поводу группы это или не группа у нас есть специальный признак это группа. Если мы скажем это группа равно нет, тем самым явно говорим, что нам нужны все элементы, которые не группы. Вот теперь 500, теперь все как должно быть. отговорим изменить реквизиты. Отработало все, что нужно, попало в группу. Это была обработка загрузка данных из обычного документа. Поступил вопрос о том, что коды тоже хорошо бы привести к общему виду. Можно сделать тоже обработки, но естественно уже нужно подписать какой-то код. Итак, коллеги, обработки посмотрели? Вопросы какие-нибудь будут по этим обработкам? Если нет, можем на этом закончить. Мы брали, в котором было написано товарищем документу 8.